Здравствуйте, друзья! Вы на Ньюсейдр, я Александр Кушнарь. Сегодня понедельник, 15 августа. И у нас в гостях наш израильский коллега Юрий Гиммельфарб. Юра, здравствуй! Добрый день, Саша! Здравствуйте, дорогие зрители! Юр, ну и первый вопрос к тебе по поводу того, как ты видишь сейчас развитие ситуации на юге Украины, где мы видим, что украинские войска создают гигантские проблемы для той же Херсонской группировки, да и вообще для всей группировки оккупантов. И вот накануне стало известно, что после того, как украинцы еще раз, уже кажется, в четвертый раз ударили по Антоновскому мосту, видеозаписи больше оккупанты с этого места не стали делать, в отличие от предыдущих историй видео, потому что показывать нечего. То есть, очевидно, там разрушения настолько серьезные, что ветка-то окончательно перебита. И вот тут же мы получаем информацию, что руководство оккупантов побежало на левый берег. Как ты думаешь, что это означает для оккупантов в среднесрочной перспективе? Да, это в ближайшей перспективе означает превращение Херсона для так называемого русского воинства в Сталинград. Потому что я напомню, что ночь 12 августа был разрушен мост через Днепр на дамбе Каховской ГЭС. Ну, точнее, как разрушен, он выведен из строя. Там теперь остался только железнодорожный мост возле Херсона. И то это, с моей точки зрения, временно. Ну, теперь, естественно, для русской армии Херсон будет Сталинградом. И, соответственно, я не исключаю, что в ближайшее время последует жест доброй воли. А молчат российские пропагандоны, а потому что сказать больше нечего. Сейчас единственное, что они могут делать, это закидывать на украинский фронт пушечное мясо. Вот сейчас прошла совершенно дикая информация, что массовая мобилизация де-факто началась в северной столице, в культурной столице. Замечательно. Что люди массово находят у себя в почтовых ящиках такие скрытые угрозы. Иди сейчас на контракт, потом пойдешь служить бесплатно или что-то в этом роде. Ну, ребята, за что боролись, на то напоролись. Саш, и ты, и я. Да, мы были не из первой сотни тех оба с тобой, кто предупреждали, массовая мобилизация в России будет. Правда, я честно скажу, я не предполагал, что это начнется в Питере, но, извините меня, какая разница, где это началось. Поэтому то, что сейчас происходит на юге Украины, то, что сейчас, опять же, о чем и ты предупреждал, и я предупреждал, еще в марте месяце, что начали вербовать зэков, заключенных, ну, их бросают на украинский фронт. Ну, это, так сказать, естественная логика развития событий, а куда от нее денешься? Поздравляю, россияне! Только Сталинград теперь это будет для вас, а не для немцев. Ты знаешь, я все вспоминаю, как в начале июля Путин, уж не знаю, свой ли текст зачитал, или ему этот текст кто-то подсунул, сказал, что, мол, Россия всерьез еще ничего и не начинала. С тех пор мы видим, что уничтожены все мосты через Днепр и проведена супероперация по уничтожению фактическому целой авиафлотилии России в оккупированном Крыму. И до сих пор непонятно, чем били. И это до сих пор, по всей видимости, наводит самый настоящий ужас на всех российских оккупантов, потому что, как я понимаю, знают буквально единицы, чем ударили украинцы. И эти единицы не хотят признаваться в этом, потому что тогда придется признать, что россияне пропустили этот удар, и что надо как-то отвечать, отвечать нечем. Вот объясни, пожалуйста. Мы еще не начинали, сказал Путин. Когда начнут? Да я еще ничего не начинал, сказал насильник, которому отбили Фаберже. После чего у него прибор установился на полшестого. Ну так, понятно, это, понимаешь, но это бла-бла-бла. Это из серии, всерьез это рассматривать примерно то же самое, что рассматривать другую не менее эпичную фразу межгалактического падишаха. А кто-то как обзывается, тот так само и называется. Ну, Саш, ты понимаешь, я в данной ситуации предлагаю уважать себя, уважать наших зрителей, не уделять серьезное внимание этому бреду. Ну, с таким же успехом мы можем обсуждать сейчас то, что какой-то чичундрик из Чеченской Республики предложил переименовать Мариуполь в честь Кадырова. Правда, не уточнив какого. Ну, что, вот это всерьез обсуждать. То же самое и здесь. Поэтому это, я считаю, ты знаешь, я не хочу употреблять сейчас крепких выражений, но поэтому постараюсь сказать все очень мягко. Ну, ляпнул и ляпнул. О чем, может, еще? Чтобы последнее слово за ним осталось. Мы еще всерьез не начинали. Обратите внимание, что он это сказал, когда Хаймарсы только начинали работать на фронте. И, очевидно, эта речь была как раз ответом, таким вот риторическим ответом на вполне не риторические, а реальные действия и Запада, и украинцев, которые тогда уже начали. Вот только с этим вопросом. Ты говоришь, что мобилизация фактически началась. Но в этом многие говорят. Да, это скрытая мобилизация или полускрытая. Вот есть угроза того, что, возможно, начнут пытаться, по крайней мере, подтягивать людей уже в недобровольном порядке. Уж не знаю, из Петербурга или из каких-то провинций. Ну, вот под такими угрозами. Ну, получается, россияне могут оказаться зажатыми между двух стен. Значит, с одной стороны, вот сейчас Евросоюз обсуждает полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Неизвестно, в каком виде будет принято это мере. С другой стороны, мы видим, что и российское, я не могу сказать, это правительство, это самая настоящая террористическая группировка, ну, фактически, видимо, готово уже поставить свое собственное население под ружье. Только непонятно еще раз, в каких масштабах это будет сделано. И вот как ты вообще оцениваешь эту ситуацию? Ну, а как я оцениваю эту ситуацию? Здесь я прошу не поддаваться на кремлевскую пропаганду, которая достаточно умела и нагло, и при этом омерзительно она искажает слова первых лиц государства. Но вот чтобы мне не быть голословным, вот ты упомянул, запрет на визы. Ну, вот понимаете, друзья мои, я приведу сейчас пример в этом плане очень показательный. Вот «Голос Америки» перепечатало, напечатало, что глава МИД Литвы Ландсбергис, он заявил, что не надо давать россиянам визы, они тогда свергнут Путина. При этом идет ссылка, реальная гиперссылка на издание «Коммерсант». Лезем в издание «Коммерсант», черт бы его побрал. Там идет ссылка, там они ссылаются на интервью Ландсбергиса изданию «Дойче Велле», но гиперссылку они не дают. Мы лезем на сайт «Дойче Велле» и видим, не было этого. Ну, от слова «не было». Буквально несколько часов назад Ландсбергис в интервью «Дойче Велле» заявляет, цитата, «Мы прекратили выдачу туристических виз, но продолжаем выдавать гуманитарные визы тем, у кого есть риск преследования в России и планируем придерживаться такой политики». Ребята, вот… А Мария Захарова, она ссылается на «Коммерсант». То есть отсюда следует и такой побочный вывод, частное определение, что если раньше такие здания, ну, как «Коммерсант», они еще, ну, хотя бы приличие соблюдали, ну, сейчас, извините меня, присловится какая-то ссылка на российские таблоиды, это только сказать «фух». И все. И, кстати, вот тоже, как частное определение, пользуясь случаем, я хочу обратиться к господам из ГОКС Америки, ну, вы все-таки смотрите, вы кого-то ссылаетесь. Ребята, ну, так же тоже нельзя. Это вот в этом плане, поэтому у россиян по-прежнему остается выход. Но идти на украинский фронт для того, чтобы либо лечь в украинский чернозем, либо вернуться домой. Ну, в цинковом гробой-то уже слишком дорого, это, наверное, в пластиковом мешке, но это вполне реально. Оно вам надо? Вот это простой вопрос. Очень простой вопрос. Зачем вам это надо? Вот и все. Ты знаешь, у меня вот такой вопрос. А вот смотри, получается 25 уже примерно хаймарсов или аналогичных ему систем. 26. 26 хаймарсов. Ну, то есть 16 хаймарсов и 6 М270 из Британии, а также еще и 3 системы Марс 2 из Германии. Вот эти системы, да даже и в меньшем количестве, еще когда их было 10, смогли фактически остановить всю эту российскую армаду, у которой только, насколько я знаю, артиллерийских стволов не менее 5000 сейчас сосредоточено в Украине. И вот эта армада одно село может брать две недели и не взять его при этом. И украинов, на самом деле, давай честно скажем, ничего не получило еще от Запада. Это Запад ничего не начинал. Это Запад передал Украине только одну десятую проценту от своих возможностей. Вот сейчас я вижу, какими быстрыми темпами развивается программа гиперзвукового оружия в Соединенных Штатах. Причем тихо, без всякой вот этой бравады, которую мы слышали от Путина, где он торжественно в марте 18-го года не показал эти мультфильмы. Все тихо, спокойно. На каких-то очень специализированных изданиях можно найти информацию об этом. Ну вот Америка уже сейчас, через полгода поставит на боевое дежурство, то есть не тесты, а именно боевое дежурство, пусковую установку гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия наземного базирования. У американцев есть программа гиперзвукового оружия морского базирования, тоже практически параллельно развивается. И, насколько я знаю, будет поставлено это гиперзвуковое оружие в первую очередь на стелс-эсминцы типа Замволк. Ну и одновременно идет программа воздушного базирования. Ну и вот сейчас именно наземная пусковая установка в первом ряду. Скоро будет готова и, очевидно, она, наверное, пойдет в Европу. Значит, дальность полета это ракеты почти 2800 километров. Сколько там точно махов, неизвестно, но это достаточно будет, чтобы преодолеть любую систему ПВО и ПРО-российской. Скоро просто, вот как ты можешь прокомментировать вот эту историю? То есть, получается, Путин, который объявил всем, что у него есть гиперзвуковое оружие, спровоцировал самого настоящего дракона? И что он получит теперь у своих границ? Это настолько важное событие, что и сказать нельзя, но мы должны его рассмотреть в совокупности. Ну, речь идет о ракетах, так называемая LRHW, Long Range Hypersonic Weapon. Это, во-первых, вот это, речь идет об этих ракетах. Но не Путин это спровоцировал. Тут спровоцировали сами разработки плюс испытания китайцев. В отличие от Путина, который вначале показывает мультики, а потом начинает делать из расчета на то, а сколько дать откатов своим друзьям, Запад действует наоборот. Запада вначале производится не ОКР, научно-исследовательские опытно-конструкторские разработки. А потом, после демонстрации просят деньги на практическое внедрение. По-другому это не работает. Это с одной стороны. С другой стороны, почему это было сделано именно сейчас? А тут надо понимать, что прежними средствами ПВО гиперзвуковые ракеты не перехватываются. Но все дело в том, что тут, во-первых, идет стандартное соревнование бомбы и броня. Так вот, дело в том, что две недели назад израильтяне сообщили, что израильское правительство выделило полмиллиарда шекелей на внедрение лазерной системы ракетного перехвата «Маген-Орт». В переводе с «Эврита» это переводится как «световой щит». Более того, после визита Байтона на Ближний Восток, это сейчас просочилась информация. Соединенные Штаты намерены в этом участвовать. То есть в мире появляются две страны. Это США и Израиль, которые будут обладать лазерными системами ракетного перехода. Это означает, что для этих двух стран и их союзников что гиперзвуковая ракета, что супер-гиперзвуковая ракета, что супер-пупер-шмупер и так далее, и так далее, и так далее. Это нет ничего. Все, ребята. В соревновании «Бомба и броня» Путин проиграл. То есть его бомба, кинжалы, которые в достаточно ограниченном количестве, они уже никому абсолютно не страшны. Одновременно с этим мы получаем замечательную информацию о том, что после вступления Финляндии в НАТО, Эстония и Финляндия договорились «объединить береговую оборону». То есть закрывает выход Балтийское море для так называемого Балтийского флота. То есть Балтийское море становится внутренним морем. Плюс к этому. Под прямым ударом сейчас находится база в Гаджиево. Я уже не говорю о Петербурге, то есть база Северного флота. А при наличии гиперзвуковых ракет сейчас, кстати, и морского базирования тоже, и наземного базирования, сейчас под прямым ударом находится база в Камчатке, в Тихоокеанской флотиле, и во Владивосток. Это означает, что только Путин дернется, все эти флоты будут уничтожены, есть такое выражение у моряков, на якоре полностью. То есть это означает, что Путину дан четкий и понятный ответ. Все теперь зависит от дальнейшего поведения Белого дома. Я вот о чем говорю, что имею в виду. Сейчас последним темным облачком и неприятным пятном стало крайне расплывчатое заявление Байдена о реакции на террористический захват Запорожской АЭС. Я уже несколько раз говорил, и мы с гостями моими на канале говорили о том, что сейчас, если будет спровоцирована катастрофа на Запорожской АЭС, то вся Европа, лет так на тысячу, она станет просто непригодной для проживания. Я приведу конкретную цифру. Когда был взрыв Чернобыля, то к 90-му году посчитали прослезивость. Если за период с 1975 по 1985 год в Советском Союзе было 70 случаев злокачественных заболеваний щитовидной железы у детей до 15 лет, а это очень редко бывает, 70 случаев за 10 лет. То только в моей родной Саратовской области за период с 1986 по 1990 год включительно таких случаев было 60. Всего по европейской части Советского Союза таких случаев было 7 тысяч. Это Чернобыль. Где если бы не героизм пожарных, было бы все намного пудрее. При этом сильнейшие заражения местности были в Скандинавии, Беларуси, Украина. Это реальность. Если сейчас что-то происходит на Запорожской АЭС, то в данный момент роза ветров такова. Зараженная оказывается Украина, Молдова, Румыния, Болгария. Дальше Турция и акватория Черного Морка. Да. А как подует ветер через неделю? Куда он подует? На Запад, на Восток, на Юг, на Север, а кто это знает? Запорожская АЭС – это крупнейшая АЭС в Европе. Крупнейшая. И виноват тот, кто ее заминировал. А не тот, кто стрелял, не тот, кто покурил. Тот, кто ее заминировал. Тот альтернативно гениальный человек, который отдал на это приказ. Давайте это будем понимать. Но я напомню, что грязная бомба, изобретенная в 1900… Точнее, принцип которой в 1950 году сформулировал американский физик венгерского происхождения Лео Силлорд. Он планировал… Он изложил идею грязной бомбы на основе Кобальт-60. Но эта идея в те годы ни американцам, ни Советам не понравилась, потому что они не видели в ней смысла. Но после 26 апреля 1986 года в ней смысл увидели террористы. И в частности, этим стали угрожать иранские аритовы. Это есть факт. И вот тогда надо этим задуматься. То есть сейчас… Но именно тогда и была введена грязная бомба в классификацию оружия массового поражения. Так называемое радиологическое оружие. Так вот, я почему упомянул Бальден и его заявление. В ответ на то, что… Точнее, на ту информацию, которая прошла, что россияне заминировали Запорожскую АЭС, очень какое-то было двусмысленное заявление, типа «мы это не оставим без ответа» и так далее. Так вот, если Бальден заявил о том, что если будет взрыв на Запорожскую АЭС, мы это будем расценивать как применение ядерного оружия, если это будет заявлено, все, ребята, финит аля комедия. Это означает, что у Путина выбивают последний козырь. Сейчас, де-факто, это остался последний козырь этого межгалактического кодишака. Других козырей нет. Потому что в ответ на применение тактического ядерного оружия, ему четко было заявлено, применишь – получишь в ответ. Сейчас вот то, о чем мы говорим, использование гиперзвукового оружия, это будут нанесены удары по центрам принятия решений. Тактическое ядерное оружие, не говоря уже о стратегическом, Путин применить не может. Осталось Запорожская АЭС. Посмотрим. В данный момент, вот мы беседуем с тобой, Саш, 15 августа. Так вот, на данный момент 42 страны уже обратились к России с призывом разминировать Запорожскую АЭС и убраться от нее к чертовой матери. Как поступит Кремль, я не знаю. Но это в данной ситуации зависит, и я не думаю, что сильно ошибаюсь, это зависит от жесткости позиции Байдена. Вот сейчас он что заявит? При этом надо иметь в виду еще одну вещь, что Байден же уже заявил, что в 24-м году он не будет баллотироваться на второй срок. Вот в чем. Загогулины. И сейчас в Кремле это и последняя надежда осталась, что придет другой президент, с которым они смогут договориться. Не знаю. Не знаю. Ты знаешь, Юр, я вот как раз вижу другое. Я вижу, что Байден наоборот говорит, что он планирует баллотироваться на второй срок и даже планирует победить. Впрочем, пока что, я так понимаю, рано говорить еще. В любом случае, до 24-го года далековато. Другое дело, что вот тут я вижу, Юра, просто противоречивые сообщения. В соответствии с изданием The New York Times, если смотреть его именно, и если читать, что сказала член палаты представителей Кэрол Мелани, то вот она сказала не под запись, он больше не баллотируется. Вот, вот я на нее, на это сообщение сослался. Вот черт его знает, что там будет дальше. Посмотрим. Вот сейчас мы наблюдаем другую историю, историю друга Владимира Путина, ну, хотя некоторые считают, что он не зависит от него, да, и что как раз они не столько друзья, сколько соперники, но в любом случае и тот, и другой, авторитарные диктаторы, и, в общем, применяют, конечно, одни и те же методы. Мы говорим о Си Цзиньпине. И вот не успел остыть след от самолета Нэнс Пелоси, которая прилетела и потом улетела совершенно благополучно с Тайваня, как посетила этот остров террогосударство, демократическое государство, в отличие от материкового Китая, еще одна делегация конгрессменов Соединенных Штатов. И посетили они совершенно так же спокойно и благополучно. Не испугались Пекина. Пекин сейчас проводит опять какие-то военные учения, борются не оружием, страшные лица, ну, а вот и ныне там. Точнее говоря, скажем так, собака лает, караван идет. Что думаешь насчет этой истории? Что это означает? Что вот приехала Пелоси, уехала, угрозы Пекина не подействовали, приезжает следующая делегация, Конгресс, что Соединенные Штаты не боятся угроз со стороны Си Цзиньпини? Здесь мы, конечно, не можем видеть весь расклад, но если включить обычную логику, то мне это представляет следующим образом. Значит, Вашингтон и, в общем-то, весь мир очень раздражают военные игра мускулами со стороны Пекина в отношении Тайваня, потому что не будем забывать, что 60% всех микрочипов производится на Тайване. И, соответственно, именно Тайвань здесь является почти что монополистом. И любая нестабильность вокруг Тайваня она перетряхнет весь мир, как говорится, посильнее, чем это будет, чем даже нападение Путина на Украину. Извините, дорогие украинцы, но это правда. Это действительно так. Мы живем в мире технологий. Но как я вижу этот визит? Если посмотреть чуть-чуть вперед, то с 15-16 ноября этого года на индонезийском острове Бали состоится саммит Большой 20-й, где уже на сегодняшний день запланирована встреча Байдена Байдена и Си Цзиньпинь, дав понять Китаю, что для защиты Тайваня они пойдут до конца, и дав понять Соединенным Штатам, что отказаться от претензий на Тайвань Пекин не может, выход из этой ситуации только один, я его, по крайней мере, это какая-то подготовленная закулисная договоренность, а все такие договоренности готовятся заранее между Пекином и Вашингтоном о новом, если угодно, миропорядке, извините за такой термин, в котором России места нет, в котором Россия объявляется сферой жизненных интересов Пекина, что в обмен на то, что дальше газетных статей и заявлений третьеразрядных китайских чиновников в отношении Тайваня ничего происходить не будет, в обмен на это США не признают и не устанавливают тип отношения с Тайванем, а все как было, так и будет, но в обмен на это, поскольку в ноябре это выбор еще не Китай в Пекине, давайте это не забудем, и положение Си Цзиньпиня не такое уж твердое, ему нужен сильный ход, а сильным ходом может быть то, что Тайвань это не единственная территория, которую китайцы считают своей, не единственная территория, которую они рассматривают как сферу жизненных интересов, а в условиях нынешнего финансового кризиса, де-факто юань уже стал как бы резервной ходовой валютой на Дальнем Востоке, в Приморье, это уже де-факто. Поэтому я так думаю, что Вашингтон намекнет Пекину, что они не будут вмешиваться, если те поддержат сепаратистские настроения в российском Дальнем Востоке, я еще в марте месяца говорил о том, что у меня вот ощущение, что развал этой недоимперии начнется не с Кавказа, а с Дальнего Востока. Потому что естественно, вот ты понимаешь, это как в пьесе Цагарелли, где Курак, где твой дом, если наводнение. Вот, на кой черт приморцам, камчедалам, чукчам, якутам, бурятам, на кой черт. Вот лезть куда-то в Украину, когда они сами, извините, меня на золке сидят. Зачем нам? А, как говорится, учитывая то, что российское приморье часть его, не полностью, а часть его, китайцы считают своей территорией. Я так думаю, Вашингтон на это просто закроет глаза и ограничится выражением озабоченности и, не побоюсь этого слова, глубокой озабоченности. Ну что ж, Юр, посмотрим, как будут развиваться вот эти события. Да, тут я хочу оговориться, друзья, я хочу оговориться, мы сейчас можем только гадать, включая логику. Я ориентировался не на какой-то инсайт, нет его у меня, откуда у меня инсайт из Белого дома, откуда у меня инсайт из Пекина, вы сами подумайте. Это просто логика, больше ничего. логику. Ну, то, что Россия, конечно, в любом случае ложится под Китай, при этом новом миропорядке, когда Россия это дряхлеющая, стремительно деградирующая и буквально срывающаяся в пропасть экономика, а китайская экономика это вторая в мире, по-моему, нет сомнений. Тут вопрос весь действительно в том, а сколько просуществует военная машина Путина в Украине и я думаю, что вот здесь в первую очередь тикают часы. И вот как только они дотикают, мы увидим как раз таки вполне возможно вот то, о чем ты говоришь или по крайней мере какие-то схожие процессы, то есть процессы фактического экономического уже полного поглощения Китаем того, что останется от российской территории. Я даже не уверен, что Россия будет существовать как страна и государство к тому моменту. А я тебе больше скажу, ты понимаешь, ведь я напомню опять же ретроспективу. Распад Советского Союза был Соединенным Штатом очень невыгоден из-за расползания ядерного оружия. Именно поэтому и был Будапештский меморандум, которым в 2014 году Владимир Путин просто подтерся. В этой ситуации я напомню, что на сегодняшний день в Российской Федерации из 85 или 4 регионов 23 находятся компоненты ядерного триада. Это открытая информация, друзья мои. Естественно, Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы ядерное оружие расползалось как таракан. Они заинтересованы в том, чтобы это изначально было взято под контроль. Но не под контроль конечно же Москвы. Это скорее всего будет либо какой-то раздел между США и Китаем, либо под контроль Китая, либо это под общим наблюдением уничтожения этого оружия, как-то так, но эти вещи должны быть оговорены заранее. А я хочу напомнить, и американцы, китайцы особенно очень прагматичны. А американцы к их чести я должен сказать, они всегда учатся на своих ошибках. Они их не замалчивают и не выдают за победу. Они умеют учиться на ошибках. Как-то вот так. Юр, спасибо тебе огромное за эту интереснейшую беседу. Друзья, подписывайтесь на канал Юрия Гимельфарба Нью Рашворд и про Нью Сейдер тоже не забывайте. Поддерживайте украинскую армию и при желании, как я уже сказал, наши каналы и ссылки на те ресурсы, которые можно поддержать в описании к этому видео. Что ж, слава Украине! Героям слава! До скорых встреч, друзья! До свидания! До свидания! До свидания!